вы видели хоть один полет который полетел бы в космос вот ракет он стартует да все старты хоть одна ракета полетела туда всем приветушки вы на канале крипто комманс это срочное включение по поводу капитуляции которые происходят у нас на рынках ну что друзья дождались дождались как говорится повезло повезло с чего мы можем начать графиков или с новостей давайте новостей для разнообразия чем вызвано это падение кроме ставки фрс за тем что случилось сельсус network насколько вы знаете это одна из крупнейших типа defy централизованных defy то есть уже смешно до централизованный defy то есть централизованный децентрализованный финанс цифай назовем и цифай платформы которая позволяла хранить там свою крипту убитки и шмитки или там есть детей и получать за это фиксированный процент как мы понимаем любая такая тема это просто пирамидосы скам хотя это был скам вселенских масштабов то есть там сам этот чувак алекс машинский достаточно нормальный чел вызывает доверие но сама система как в банке где вы берете под процент у людей монеты и вкладывать их в более рисковые активы она не работает то есть по сути так как хедж фонд как доверительное управление я не знаю зачем я кручу картинки вам все от себя говорю своим текстом эти новости но в целом короче они по ходу скоманули заблочили свои выводы а сами сейчас дампят по рынку монеты чтобы собственно хоть что-то вернуть кому-то смочь жесткая конечно история ну чё они вложили по ходу во всякую тералу ну вот в эту всю шляпу и потеряли процентов 80 своих средств при этом цена токена celsius за почти за сутки выросла на 59 процентов ну слушайте она перед этим и грохнулась на все 90 поэтому это ни о чем не говорит также с нам там происходит какая-то лабуда сейчас что команда трон выведет вон 2,5 миллиарда трон для обеспечения устойчивости своего стейблкойна короче опа сек начала проверку криптобирж на инсайдерскую торговлю короче габела как говорится габела и все крипто скам расходимся по домам но мы то с вами знаем что продавать нужно не на новостях а на слухах было то есть мы это знаем обычно но не распознали вовремя хотя те кто распознали тем респект сейчас то уже на таких новостях продают только дебилы поэтому тут смотрите вот на другой стороне медали питер шиф говорит что лучше продать биткоин сейчас и затем купить дешевле как мы знаем индикатор питера шифа это как раз обратный индикатор опять же если он так говорит скорее всего в разворотной точке теперь чисто технически смотрите мы потрогали 200 машку потрогали прокололи ее ниже практически пробили 20000 но не сделали этого и все конечно будет зависеть сегодня от повышения ключевой ставки уже буквально через какие-то 23 часа мы это узнаем возможно рынки еще сильнее прольют но тем не менее мы не пробили двадцатку и у нас на четырехчасовике супер перепроданная расай то есть зреет четырехчасовой отскок при нормальном рыночном климате зреет четырехчасовой отскок и соответственно bitfinex лонги умные которые просто на all time хаях тоже наверное начнут разгружаться в этот момент вот это то как по идее все может быть но может быть еще второй сценарий что ставку повышают все таки сильно и в таком случае мы видим продолжение дампа и набора этих умных лонгов но потом все равно еще более сильно отскок как бы и закрытие лонгов вот что будет на самом деле плюс еще то что мы в дикой капитуляции нам говорит об этом индикатор hash ribbons то что сейчас происходит капитуляция майнеров да это в принципе и так по графику видно поэтому чего уж тут как говорится греха то есть вот смотрите что еще интересно с этой 200 неделькой другие рынки открылись только что nasdaq smp 500 посмотрите они еще не дошли до этой линии тут еще есть куда падать на самом деле и опять же сейчас как выступит джерем паул может быть мы в моменте отпрыгнем если уже это все в цене заложено а если нет то в принципе можем увидеть еще вот такое падение в таком случае биток конечно же пробьет двадцатку так золото кстати вот золото держит вообще очень хорошо странно потому что вышла новость что в уганде нашли золотой рудник просто каких-то вселенских масштабов которым короче запасов золота на 20 триллионов долларов то есть полтора раза больше чем вообще всего есть и общий объем золотоносной породы оценивать 31 миллион тонн и драгоценного металла в 320 тысяч тонн короче говоря сейчас золото походу на этих новостях то может нифига никуда не за тузыму нет ну прикиньте какой вброс это все что можно было бы намайнить сейчас еще 30 миллионов биткоинов быстренько так что это еще один камень в огород даже драгметаллов как и естественно любых других активов и еще один плюсик в карму биткоина которого нельзя напечатать больше чем 21 миллион так и вот смотрите по битку какой резюме что мы не пробили двадцатку давайте предположим что это будет локальное дно в таком случае это очень красивый расклад потому что двойное дно с медвежьей ловушкой все уже ждут пробитие 20 ставят лимитки сюда многие шартят на пробой эту двадцатку на 19 куда-нибудь и этого не происходит прикиньте такой сценарий все красиво мы отпрыгиваем и полетели еще позитивный отчет фрс вообще отличненько будет полетели и там дальше уже смотрим разгрузка не разгрузка потому что возможно дальше все таки ну как бы уже понятно что медвежий сука рынок но второй вариант еще какой что нифига жесткий отчет фрс и пробиваем и двадцатку это если особенно индексы летят туда дальше к 200 мувингу тогда что может быть по битку тогда по битку может быть то что мы летим к 300 мувингу как было кстати на коронадампе если вы посмотрите внимательно на коронадампе это был единственный момент где мы ненадолго не удержали 200 мувинг мы удержали его телом свечи но в моменте мы провалились под него и отбились точно от 300 мувинга посмотрите точно отбились от трехсотки и если сейчас произойдет также то ребята мы увидим уровень 16 500 16 600 по биткойну как будьте здрасте я не хочу никого кошмарить а рысай уже перепроданный уже все здравый смысл говорит за то что пора бы честь знать но это данные ребята это данные эта статистика мы уже имели одно касание с этой линии в коронадамп если будет такой же кризис ликвидности связаны опять же распродажами этих цельсиус и прочих всех этих камеров то увидим виток по 16 ну а я чё я немного этим скальплю сегодня особо ничем похвастаться не могу так плюс-минус без убытки заходил перевыходил там забирал прибыль лосил и в итоге сместил точку входа вот практически на минимальное значение на 21 120 вообще но я все равно перезахожу я выхожу перезахожу сейчас буду перевыходить походу не могу я сидеть пока в позе несмотря на то что вроде как вот у нас опять голова плечи хотя это больше похоже на кое-что другое но вы поняли не знаю не люблю эти все паттерны по идее по здоровому да вот нужно куда-то сюда хотя бы отскочить чтобы хоть часть этого падения перекрыть уже но мы сейчас вот чтобы хотя бы на 0.38 или 0.5 уровень сходить но мы сейчас не особо в здоровом environment чуваки поэтому лучше ждать как я и говорил вам уже последнюю неделю или сколько лить могут еще жестко понятно что это все возможности нужно отнестись как к возможностям если вы инвестор ходлер в долгосрок сейчас лучшее время для покупки крипты потому что для всех тех кто не понимает что глобальный рынок все еще бычий посмотрите исторический снапшот 15 года это когда я впервые узнал о крипте и купил свой первый bitcoin за 200 баксов посмотрите на цены биток 200 ripple меньше цента light полтора доллара дэш два с половиной доллара фира еще не было ноги меньше мили цента манера пол доллара вот и все поэтому выбирайте хороший проект берите в долгосрок на спот кладите на холодный кошелек не на бирже не на цельсиусе а именно на холодном кошельке и храните приватную фразу у себя в голове чуваки вот но а по поводу всех этих институционалов которые роняют час рынок ну скажите им спасибо за это и сейлору и машински и соросу который по ходу тоже зашел на шортах и посмотрите обязательно видео андреаса антонополоса которая как никогда актуальная думаю того самого биткойн евангелиста маэстро андреаса который написал кучу книг типа мастеринг биткойн там и так далее обязательно посмотрите это видео оно как никогда актуально он там говорит про то что биткойн пробивает двадцатку это было когда мы пробивали и наверх но сейчас мы пробиваем вниз и она еще больше актуально про институционалов и про всю эту хрень про то о чем вообще эта технология в чем собственно задумка биткойна изначально и в том куда мы сейчас пришли алчные жадные спекулянты сраные трейдеры и долбоебы вот а у меня на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите в комментарии что думаете надеюсь вас не ликвиднуло на последние средства расчехляйте заначки торгуйте аккуратно и не забудьте что на байбите кстати турнир wsoot с призовым фондом 8 миллионов тезера чуваки это вам не хуйня какая-то и собственно наша команда крипты комманс это по ходу сейчас одна из топовых команд трусегменте нас уже 68 человек может стать 69 ссылка в описании жмите на нее залетайте и будем рвать всех в щепки и этот рынок волоскуты обзор по бирже байбит кстати если вы не видели сейчас появится вас сверху обязательно его посмотрите как правильно торговать на этой бирже чтобы не сливать депо завтра будет новый день все будет хорошо и не дайте себя ликвиднуть всем профитроли с вами был гриня и скоро увидимся пока а